Аркадий Аветян с детства мечтал увидеть мир с высоты птичьего полета, но вместо формы летчика носит деловый костюм, рубашку и галстук. Он ежедневно общается с большим количеством людей, решает важные вопросы, а после работы берет в руки гитару и идет на репетицию. Больше года у него собственная музыкальная группа со вкусным названием «Джем». С детства, с юности это была моя мечта. И с первых времен, когда я взял гитару в руки, начал учиться играть, я уже хотел из какую-то команду собрать, играть музыку. И вот постепенно это все развивалось, развивалось. Мы сидели с одним из идейных наших вдохновителей, Вячеслав Калибатов, и как обычно где-то мы спорили, смеялись, шутили. И он как-то, давай назовем бабушкин что-то «Джем», бабушкин «Грэнд Маттс Джем». И в итоге мы убрали бабушкин и оставили джем. Этот самый джем варился с добавлением различных ингредиентов, в особенности любимой музыки иностранных и отечественных исполнителей. Каждый участник группы вносил что-то свое из композиций своей юности. Или какие-то такие группы, там, как все их знают, там, Нирвана, Битлз, то, на чем мы росли, и то, с чего мы знакомились с музыкой, в принципе. Куин, допустим, да, очень интересная команда. Вот новая команда, System of a Down, тут где-то в гараже у нас есть даже постер с ними. Из-за отечественных, ну, все мы знаем, там, это «Волна 90-х», «Сплин», «Битва», вот вся вот эта вот, когда пошла, и как бы тоже слушали «Земфира» и пели, играли. Все трое наших участников любят разную музыку, поэтому какой-то получается у нас такой коктейльчик, когда мы собираемся вместе, доделываем песни. Если это Аркадий пишет песню, ну, она такая более лиричная, бывает более спокойная, ну, мы в нее иногда более амперчика, немножечко ритма, вот, каких-нибудь сбивочек, которые любим мы с Вадимом. Рос я на группе Limbiscuit, на группе Tool, на группе System of a Down. Ну, я думаю, что из перечисленных групп у ребят такие же были вкусы, на чем они росли. И Битлз. Битлз – это основа, и основа музыки, основа рок-музыки, рок-н-ролльной музыки, поэтому я считаю, что их не выделить нельзя. Но только не я, и только не ты, нам нужен мир, нам не надо войны. Им не надо войны, они поют на русском и английском языках о человечности, современной жизни и любви. Участники группы отмечают, что на написание собственных песен их вдохновило творчество другого курского коллектива. Исполнением песен коллег джем не ограничились и сняли клей. Полетать самому Аркадию не получилось, но увидеть просторы с высоты птичьего полета удалось. Птица, да, песня такая пространственная, про полет, про борьбу внутри человека. И хотелось что-то снять обширное, там, с полетом, да, с визитом, что это птица и так далее. Мы придумали, как будем снимать с воздуха. Тогда еще у нас не было в голове, что есть квадрокоптер, можно удобно взять, там, камеру прикрепить и снимать. И нам пришлось снимать парамотор. Это огромная конструкция с парашютом, и Гриша первый раз на нее забрался и летал, там, рисковал своей жизнью, чтобы снять эти кадры сложные. В роли возлюбленной главного героя клипа выступила девушка того самого экстремала Григория. Съемки проходили несколько дней. Выезжали и в поле, и в дворянскую усадьбу. Уже сейчас в планах группы новое видео к песне «Без войны». Однако клип появится не раньше весны. Да это более будет динамичная песня, чем наше первое видео. Такое более быстрое, более, может быть, агрессивное. Там будут сцены и со спортом, и с нашим живым выступлением. То есть все будет в перемешку, будет большая смена кадров, и даже мы какие-то бои собираемся там заснять. У каждого из участников группы есть свои мечты, которые они еще планируют осуществить. Однако одна на троих уже сбылась. Появилась группа. Самое главное то, что мы не можем не заниматься этим творчеством. Вот что самое главное, потому что оно где-то внутри нас и бросится наружу. Поэтому мы как можем его показываем всем окружающим. Если кому-то это нравится, это хорошо. Это реализация самого себя. И, можно сказать, как такое большое основное хобби, которым я увлекаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...